Спасибо большое Марие! Ставрополь продолжает отмечать день края. Мы продолжаем вам рассказывать о том, как это происходит. А Ставрополь к тому же отмечает двойной праздник и еще и день рождения краевой столицы. В данный момент мы находимся на улице Морозова, в непосредственной близости от площади Ленина, где расположилась, пожалуй, самая вкусная часть нашего праздника. Обратите внимание, вот это череда торговых точек, где представлена продукция ставропольских производителей. Чего тут только нет. Огромное количество продуктов, напитков. Мы попробуем сейчас подойти к нескольким из этих торговых точек. Дело в том, что возле каждой большое количество людей. Ну вот, например, прямо здесь проходит дегустация, что бы вы думали, чипсов. Не просто чипсов, а полезных чипсов. Они сделаны из фруктов и овощей, натуральной фруктой, овощей, специальная обработка, которая делает их полезными. Это может прозвучать странно, но чипсы могут быть полезными. Попробую сейчас дотянуться до дегустации, потому что здесь очень много людей, как я уже сказал. Ну вот, ближе всего ко мне стоят, внимание, морковные чипсы. Знаете, морковные чипсы, это вкусно. Мне кажется, я пока пойду по этой площадке, успею позавтракать, я не успел это сделать дома. Сейчас попробуем поговорить с теми, кто дегустирует эти продукты. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, Краевая телекомпания «Свое ТВ». Скажите, успели, что вы купили на этой площадке? Морковные взяла. Ну как, морковные чипсы вам? Хорошие. А что-то еще понравилось? Мне бы не попробовали. Я вот рекомендую вам попробовать тыквенные, это очень вкусно. Да, попробуйте. Простите, пожалуйста, мы немножко вас отвлечем. Краевая телекомпания. Вы успели что-то продегустировать? Да, морковь и тыкву очень вкусно. Морковь и тыкву. Какие больше понравились вам? Морковь и тыква. И морковь и тыква. А вам какие? Морковь. Морковь. Ну, видите, всем нравится морковь. А мы вот буквально два шага сейчас сделаем для того, чтобы посмотреть, какие фрукты выращивают на Ставрополье. Вот именно здесь торговая точка, где, как мы видим, яблоки, сливы и другие фрукты. Попробуем сейчас поговорить с представителями этой точки. Здравствуйте, как зовут вас? Виктор. Виктор, какую продукцию вы здесь представляете? Яблоки и сливы. У нас в садах прорастают только яблоки и сливы. Вы сами выращиваете, да? Да, сами выращиваем. У нас фруктохранилище по современной технологии. Хранится яблоко круглой. А вы уже сами решили? А где? Из какого района вы приехали? Севновский район, село Донское. А сколько примерно фруктов вы производите? Ну, у нас фруктохранилище на 6 тысяч тонн. В этом году урожайность порядка 8 тысяч тонн, наверное, яблок будет. Куда поставляете вы Ставропольские фрукты? В большей части туда, за Урал, Сибирь, у нас берут яблоки туда отправляют. Ну, Москва, Петер, да это Сахалин был. Практически вся страна, получается? Какой сорт яблок, я вижу, у вас их несколько здесь, какой сорт яблок, на ваш взгляд, самый вкусный? Ну, мое яблоко это фуджи, оно еще не созрело. А, мы все ждем, да? Да. А какие больше всего пользуются спросом? Голден делишес, конечно, грушовка на рынке, обычно пишут. Это самое популярное яблоко. Гала тоже, ну, по популярности. Превосходный, он у всех на слуху. Ну, правильно, это ред делишес. Ну, и каждое яблоко, оно на любителя. Ну, вот эти самые такие популярные сорта. В основном яблоки берут для того, чтобы там варенье делать, компоты или просто покушать? Нет, вы знаете, зимние яблоки, они в основном для еды. Это летние компоты, варенье, там, сушка. А так вот зимние, ну, на мочение. Сколько такие яблоки могут храниться? Спасибо. Ну, если в оптимальных условиях. По современным технологиям год могут храниться, смертно, до нового урожая. До следующего сезона могут храниться. То есть мы можем есть ставропольские яблоки, пока не созреют новые? Мы открываем, как будто с дерева только снято, в мае, например, открываем камеру, а тут яблоки свежие. Спасибо большое. И с праздником вас, конечно же. Ну что, друзья, я предлагаю двигаться дальше, потому что вот здесь, если камера сейчас возьмет, вот этот ряд, где представлена продукция ставропольских производителей, продукты, напитки, ну, просто огромное количество, выбор очень большой. Я приглашаю вас пройти немножко дальше, где у нас, ну, скажем так, нетрадиционная для Ставропольского края продукция. Здесь представлены различные сорта чая, а еще специи. Сейчас я попробую протиснуться тоже к прилавку, чтобы поговорить с продавцами. Разрешите, мы подойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Благодарю. Спасибо вам большое за приглашение на такой прекрасный праздник. Советуем всем жителям города Ставрополя прийти сегодня в этот парк, посетить наше мероприятие. Здесь представлены товары в основном индивидуальных предпринимателей. Я занимаюсь производством и реализацией специй. В нашем крае выращивается кориандр, он же кинза еще по-другому. Выращивается узха, сунели, чаман выращивается. Даже не поверите, выращивается шафран. Даже так? Даже так. Так что прошу всех приходить к нам на ярмарку и покупать наши товары, не забывать. Невероятно вкусные ароматы у вас тут царят. Какие сорта чая пользуются особым спросом? Ну, больше, конечно, индийские чаи пользуются спросом. Ну, как бы, все помнят еще давние советские времена. Но также у нас есть еще продажи дамбайские горные фито-чаи. Это фирма знаменитая на дамбай Людмила делает. Все свежие, все с наших трав, там и чабрец, и мята, и душица, и липа. Поэтому, пожалуйста, приходите, покупайте то, что именно у нас здесь производится. Спасибо большое. С праздником вас еще раз. Ну что, друзья, мы продолжаем движение. Вот здесь так много людей, что, честно говоря, в нашей съемочной группе приходится так вот через толпу иногда пробираться. Здесь немножко посвободнее. Здравствуйте. Добрый день. С праздником вас, Днем Края. Спасибо и вас. Откуда вы приехали? Из Петровского района, из села Сухая Бухала. Какую продукцию вы представляете? Мы представляем питьевую родниковую воду, нашу родниковую. А в Петровском районе, там она добывается? Да. Мы непосредственно добываем в пяти километрах от города Светлоград, из родника. Проходит механическую очистку. Разливаем по бутылкам. Мария, на ваш взгляд, самая вкусная вода. Тут несколько у вас представлено сортов. У нас здесь есть водичка без газа. Есть и с газом. В газированную воду добавляется только пищевая углекислота, больше ничего. Вода сохраняет полностью свой природный, свой натуральный состав. Поэтому возьмите, попробуйте. Какую предпочитать, без газа или без? Без газа. Мне вот самую маленькую бутылочку, если можно. Можно. Да, спасибо большое. Вот видите, теперь корреспондент не умрет от жажды. Ну что, друзья, продолжаем двигаться дальше. И что здесь? Здесь просто невероятное разнообразие. Здесь работают ставропольские хлебопроизводители. Опять-таки, мы попробуем сейчас подойти поближе, потому что везде очереди, везде очень много людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы немножко будем отвлекать вас от вашей работы, потому что прямое включение сейчас на телеканале свое ТВ идет. И мы рассказываем о ставропольских продуктах. Что вы представляете здесь? Какие продукты? Значит, мы лидер на Ставропольском крае. Мы третий хлеб-савод. Мы выпускаем более 70 продуктов, вернее, изделий. Все у нас высшего качества. Бука от третьего класса, без добавок, без улучшителей. Мы выпекаем не только белый и окстский хлеб, которые являются лидером продукции, лидерами. Значит, мы выпускаем слоеные изделия, сдобные изделия. Я хочу обратить ваше внимание, внимание на наши телезрители. Вот это вот любимая булочка моего младшего сына. Это слойка с малиной, где-то слойка свежая, замороженная. Без нее из магазина он не уходит, я вам честно говорю. Спасибо большое. Еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем Края, с Днем Города. Спасибо. Ну и здесь можно не только выпить водички, здесь можно не только перекусить. Здесь есть еще и возможность порадоваться, повеселиться. Здравствуйте, с праздником вас. Как настроение у вас? А вы задавали вопрос, сколько городу лет? И сколько же? 242. И у нас свадебный день был, как раз в 77 году. Мы поздравляем вас, у вас сегодня тогда тройной праздник. Спасибо. А вот здесь продолжается праздник уже в музыкальном формате. Я хочу, чтобы вы просто послушали и насладились этим творчеством. Милый друг, все ходил, ты ломкала. Прилепели с недели на зиму заранее. Сам в тебя теперь карит. Ты знал опоздание. И нету, нету места. Хороша невеста, только не твоя. Нету, нету места в сердце у меня. Хороша невеста, только не твоя. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, друзья, теперь вы поняли, что атмосфера праздника царит повсюду. И даже здесь, где, казалось бы, просто продают ставропольские продукты. Нет, не просто. Здесь тоже весело, здесь тоже музыка, здесь тоже песни. И невозможно просто вот так выйти в город и не окунуться в эту атмосферу праздника. Приходите, вы сами все это на себе почувствуете. Да, сегодня достаточно прохладно в Ставрополе и на Ставрополе. Опа! Привет, с праздником! Вот, пожалуйста, представители животного мира тоже отмечают вместе со ставропольцами. Да, корова местная, панда, судя по всему, приезжая. Это панда? Ну, видимо, панда китайская. Ну что, друзья, праздник продолжается. Как я уже говорил, и сейчас мы будем перемещаться в другую точку Ставрополя, где в данный момент проходит творческое мероприятие. Творческие люди, горожане и гости Ставрополя собрались на Александровской площади. И очень хочется посмотреть, что же происходит в других уголках Ставрополя, да и всего Ставропольского края. Я напомню, что сегодня, 21 сентября, мы продолжаем отмечать двойной праздник, День города и День Ставрополя, точнее, День края и День города Ставрополя, и продолжаем вам рассказывать о том, как это происходит. Итак, ждем дальнейших подробностей из других точек Ставрополя. Спасибо. 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 Спасибо.